Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим об альбоме «Барселона» за авторством дуэта Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. У меня в наличии пять изданий. Это первое европейское издание, первое испанское издание, переиздание 1992 года и две версии с оркестром 2012 года на лейбле Айланд и 2019 года на лейбле Меркьюри. «Барселона» — это второй и последний сольный альбом Фредди Меркьюри, выпущенный при жизни, который был записан в Швейцарии. Заглавная песня «Барселона» стала гимном города проведения летней олимпиады 1992 года в Испании. При создании альбома Фредди хотел привлечь симфонический оркестр, но за неимением достаточного времени идея не была реализована, но в 2012 году вышла версия, где партии синтезаторов были заменены живым оркестром. И пусть для многих это спорный релиз, я считаю его очень удачным, он как минимум заслуживает внимания. Итак, начнем по порядку с первого европейца. Причем конверт английский, поскольку недобросовестный продавец моему другу, который предоставил этот винил, продал издание как оригинал, первый английский, и его не смутили ни немецкие матрицы, ни даже немецкий язык на лейбаке. Поэтому такой вот некомплектный гибрид вышел. Качество полиграфии отличное, конверт с тиснением, причем рамка и название тоже. Выглядит великолепно, конверт раскладной, на развороте множество фотографий. Сама пластинка находится во внутреннем конвертике с текстами композиции и информацией об альбоме. Что по звуку, винил отлично записан, несмотря на то, что большинство европейских и английских пластинок того периода не отличаются высоким качеством и выносливостью. С этим экземпляром так и свезло. Альбом звучит гармонично, сбалансировано, динамично и красиво. Масса на виниле отличная, пластинка в состоянии неэрминт. Дефектов нет, за исключением мелких щелчков в тихих местах, которых, правда, здесь хватает. С читаемостью проблем нет. Цена европейского издания составляет в среднем 50 евро, и моя итоговая оценка 9 из 10 баллов. Далее испанское издание в стандартном конверте, неразворотном. Качество полиграфии также на высоте, однако буквы и рамка уже без стеснения, что жалко. Пластинка во внутреннем конверте с теми же фото, что были на развороте предыдущего издания. Вкладки с текстами композиции нет. Жаль, в караоке не попеть. По звуку издание очень близко европейцы, чего я и ожидал, в принципе, но чуть порезче в верхнем регистре, чуть-чуть больше высоких частот, и есть ощущение, что баланс чуть смещен влево. По динамике издание не уступает европейскому, и хоть оно чуть хуже по состоянию, качество массы также на высоте. Дефектов, опять же, кроме мелких щелчков, я не заметил. Падения качества ближе к яблокам нет. Да и записана пластинка с запасом. Цена издания 100 евро. Моя итоговая оценка 8 из 10 баллов. Все же лучше взять европейцев в Гитфолоде и в два раза дешевле. Этого же испанца я взял пару лет назад за 30 евро с учетом даже пересылки. Собственно, дешево и сердито это была основная причина покупки. Также есть испанское издание в Гитфолоде, но стоит оно в хорошем состоянии уже аж 200 евро. Что ж, далее давайте перейдем к переизданию 92 года. И, как вы видите, уже в другом оформлении. И, на мой взгляд, оно намного удачнее, чем у первопрессов. Друзья, согласитесь, опера это все-таки экспрессия, это эмоции. И мне кажется, вот эта обложка больше подходит, чем, скажем так, семейный портрет в рамке. Итак, несмотря на то, что это издание считается английским, Матрица указывает на немецкое происхождение. И в связи с этим это издание звучит очень схоже с первым европейцем. Отличия в нюансах, не стоящих внимания. Качество самого винила потрясающее. Никаких дефектов, масса тихая, с считаемостью также полный порядок. Цена этого издания 80 евро и моя итоговая оценка 10 из 10 баллов. Далее давайте перейдем к оркестровой версии альбома, которая, на первый взгляд, конечно, звучит непривычно, что может оттолкнуть. Однако, на мой взгляд, эта версия значительно интереснее, живее и более эмоциональная. Живые инструменты в количестве целого оркестра позволили по-настоящему ощутить и оценить это произведение. Опера стала масштабнее и красивее. Все же не зря Фредди задумывал первоначально записать ее именно с оркестром. И как же классно это произведение звучит с моим сабом Realty 9i. И пусть хоть кто-нибудь попробует с этим поспорить. Добавляется объем и потрясающий эффект присутствия. А еще это не слепнот. Соседи тоже порадуются хорошей музыкой. Так вот, после того, как я услышал оркестровую версию, обычную практически перестал слушать. А еще в оркестровой версии добавили трек Exercises in Free Love. В общем, сказка да и только. Ну почти. Итак, давайте начнем с переиздания 2012 года на лейбле Island. Должен сказать, что обложка не впечатляет от слова совсем. Впрочем, как и черно-белое фото на обратной стороне. Пластинка во внутреннем конверте с тем же фото, но в цвете и текстами композиций. Сам винил тяжелый с виду приличного качества, хотя, будучи новым, уже имел царапины, поэтому местами неприятно щелкает. А учитывая, опять же, обилие тихих мест в произведении, я бы сказал, это раздражает. Но я надеюсь, что только мне так свезло, и это нечастый случай. В остальном масса приличного качества, однако с обеих сторон наблюдается смещение центра, что тоже раздражает, особенно в опере и живых инструментах. Звук вроде бы и не плавает, особенно на длинном тонарме, но все равно могли бы отпечатать и получше. Падение качества ближе к яблоку не наблюдается. Стоимость издания около 80 евро, и моя итоговая оценка 6 из 10 баллов. Ну и последнее, свежайшее издание на данный момент 2019 года на лейбле Mercury. Качество полиграфии и оформления такой же, как и у издания на Island. Отличие, пожалуй, только в стикере на конверте. Не обольщайтесь о громком заявлении о халфспидмастеринге, ибо предыдущее издание также выполнено по этой же технологии. Более того, исходник для пластинок одинаковый, по звуку два издания не отличаются, однако переиздание 2019 года отличается более высоким качеством самого винила, за что стоит сказать спасибо Optimal Media Production. Винил абсолютно без дефектов, масса тихая, лишь изредка попадаются мелкие щелчки. Центр откалиброван правильно, читаемость превосходная. Однако меня, к примеру, смущает большое количество негативных отзывов на дискоксе про это издание, в частности люди жалуются на то, что достаточно много щелчков встречается. Я надеюсь, что это далеко не частый случай, и все-таки большинство пластинок будут радовать своих хозяев. Цена приятно удивляет, 20 евро и моя итоговая оценка 9 из 10 баллов. Превосходная и очень доступная альтернатива. Вот оформление, ну как-то странное, на мой взгляд. Далее, конечно, хотелось бы в обзоре коренного англичанина. Не смог достать, извиняюсь, однако, если вспомнить разницу между Англией и Европой в альбомах Miracle и Innuendo, она была минимальной. Это не Iron Maiden, где различия в звуке были весьма существенны. Английское издание в хорошем состоянии сейчас стоит не менее 100 евро, и искать его надо исключительно в состоянии минт, поскольку пластинки хрупкие, заезживаются дорожки очень быстро. Из недорогих альтернатив среди первых прессов есть югославское издание. Стоит оно порядка 30 евро в приемлемом состоянии, но мне кажется, проще докинуть еще 20 и взять европейца. Японские издания очень редкие, поэтому просят за них около 1000 долларов и даже больше. Издание стран третьего мира не рекомендую брать, все же опять это не Iron Maiden, здесь много тихих мест и качество массы в этом произведении очень важно. Те же бразильцы в этом плане, ну, посредственные, тем более за деньги, которые за них просят. Корейцы отличились тем, что удалили второй трек ввиду цензуры правительства Южной Кореи. Конечно, сейчас у меня должны массово полететь помидоры, ибо как же это обзор без нашего антропа? Друзья, честно скажу, не заморачивался даже с его поисками, уж тем более не стал бы его покупать. Был он у меня лет 10 назад, недолго я его отдал. Что по полиграфии, то страны третьего мира сильно выигрывают в качестве туалетной бумаги, нежели наш продюсерский центр. Еще и эта белая полурамка, ну, вообще ни к чему. Сам винил типичного мелодиевского качества, по звуку на моей памяти был неплох, списан, скорее всего, с оригинального компакт-диска, выполнен винил по технологии DMM, поэтому в плане читаемости он превосходен. Но виниловый компакт-диск в таком оформлении, ну, даже для коллекции оставлять я не стал. Даже на даче. Цена за нормальный экземпляр начинается от 700 рублей. На самом деле лучше возьмите свежее переиздание с оркестром, хоть оно и дороже, но толку в разы больше. Из сегодняшних изданий, помимо последнего новодела, рекомендую переиздание 92-го года. Красивый конверт, отличный винил и пока еще не заоблачная цена. Испанские издания брать в смысле особого не вижу. Я повторюсь, я его взял не потому, что Барселона и Монсеррат Кабалья это Испания, а потому что достался за бесценку. Что ж, друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. И обязательно пишите ваше мнение в комментариях. И ознакомьтесь, конечно же, с сэмплами по ссылке в описании под видео. Но самое главное, будьте здоровы. Счастливо!